Моё приветствие, друзья мои. Сегодня зашёл в YouTube посмотреть, что там, как там, что там. Сидит бессменный Лазарев со своими рассуждениями о карме. И я сразу решил, в общем-то, так сказать, забацать ролик по поводу плохой кармы. Очень часто мы с вами говорим, а что-то случилось, плохая карма. Человек поехал в Америку, не нашёл работу, это хейтеры на Фейсбуке ему всё там нажульничали. В общем, кругом есть какие-то оправдания, что-то случилось, не в ту штанину положил. Ну, по-разному люди карму как бы представляют себе. А теперь, если серьёзно, карма переводится вообще-то как действие. То есть всё, что человек делает, это его карма. Грех переводится как промахнуться. То есть если ты делаешь, и тебя это приводит к успеху, и к правильности, как бы ты тяжело не шёл, значит, это правильная карма. А если ты пошёл в игровые автоматы, предположим, это неправильная карма. Сложно я сказал сейчас, игровые автоматы. Это очень интересная тема. Да, конечно. Потому что люди любят быстрые результаты. Украл, выпил в тюрьму, например. Или дёрнул за ручку, и тебе высыпалось сразу пару миллионов. К сожалению, владельцы игровых автоматов, друзья мои, может быть, среди моих почитателей есть лудоманы, лудофилы и лудоманьяки, то я скажу вам, они поставили игровые автоматы не для того, чтобы вы вышпиляли у них что-то. Да, они самые хорошие шпилерилы. И это они с вас получают, а не вы с них. Вы ничего у них никогда не выиграете. Поэтому быстрые результаты – это для очень глупых людей. Однако теперь о карме. Когда мы говорим плохая карма, это очень интересный вопрос. Мне очень нравится, как Сергей Лазарев на белых кожаных диванах рассказывает об этих вопросах. Мне всегда нравились его книги только за одну фразу. В первой книге он говорит о духовных проблемах и от того, что онкология, гинекология, хринология, космология – это потому, что у вас плохое настроение. Во второй книге он говорит о том, что все то, что он говорил в первой книге, отметается. Теперь у него новые мысли и так далее, и так далее. Я вообще вам скажу, что словоблуды и теоретики – они вообще большие спецы по манипуляции людьми. Так вот, за плохой кармой скрывается только лень, только недоумие, только чмошность, ничтожность, жадность, желание получить все сразу. Понимаете, да? Я уже не говорю там, предположим, о глубинных желаниях, да? Там Сидни Кроуфорд сразу вместе с Бентли, просто чтобы подъехала, да? Ну, это так. А все остальное – это просто от лукавого. Надо тяжело работать каждодневно. И в физическом здоровье, и в материальном здоровье, и, естественно, в духовном здоровье. Думаю, что я донес это до вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова